Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Точка зрения» и ее ведущий Николай Быковских. Сегодня мы поговорим о проблемах российского образования. На прошлой неделе в Государственной Думе с отчетным докладом выступал министр просвещения Сергей Кравцов. Какую оценку надо поставить сегодня чиновникам, занимающимся российским образованием? Какие проблемы здесь высветила специальная военная операция? Поговорим об этом с экспертами. В нашей студии Яковлева Наталья Геннадьевна, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат экономических наук. Приветствуем вас. Здравствуйте. Панин Виктор Викторович, руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования. Приветствуем. Здравствуйте. И по скайпу с нами на связи Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию науки фракции КПРФ. Здравствуйте, Олег Николаевич. Добрый день. И Артамонов Герман Анатольевич, профессор кафедры истории России Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. Приветствуем и вас. Добрый день. Итак, Олег Николаевич, на прошлой неделе в Государственной Думе выступил с отчетом министра просвещения Сергей Кравцов. До этого депутаты фракции КПРФ провели с ним отдельную встречу. Известно, что и к министерству, и к российской системе образования в целом у коммунистов всегда было много нареканий. Какую оценку вы поставили чиновникам от образования на этот раз? Практически сейчас не школьный урок и тем более не ЕГЭ. Мы, как конструктивная оппозиция, отметили некоторые достижения Министерства просвещения и усилия его. Поэтому некоторые направлены в правильную сторону, например, стремление в педагогическом образовании уйти от так называемой баллонской системы и перевести большую часть программ на специалитет. Ну, например, совместную работу в части образования инвалидов и целый ряд других. Но вместе с тем мы назвали несколько проблем, которые совершенно не решаются. И во многом зависят не от Министерства просвещения, которые требуют усилий и правительства, и парламента. Ну вот назову некоторые. Например, финансирование образования. Напоминаю, в 2012 году по доле расходов на образование Россия в мире занимала 98 место. В 2018-м – 120-е. Более новых данных не видел, но ситуация точно не улучшилась, судя по бюджетам, которые мы имеем. Второе, соответственно, это единый госэкзамен как враг воспитания. Можно долго спорить о плюсах и минусах ЕГЭ, но что он несовместим с ориентацией на формирование личности, это совершенно очевидно. Жажду знаний, воспитания чувств ЕГЭ заменяет погоней за оценками. Это всем известно. Причем дети так и относятся к знаниям. Выучил, сдал, забыл. Потом мы обнаруживаем, что треть населения думает, что Солнце – это спутник Земли. И примерно столько же думают, что гены содержат только геномодифицированные растения. А остальные растения генов не содержат. Вот вам результат. В том числе ориентации на оценки вместо знаний. Ну и, конечно, кадровый кризис в образовании, о котором мы говорили. Я просто напомню, что под данным Общероссийского народного фронта еще трехлетней давности 44% учителей заявили, что в школах не хватает математиков, 39% что учителей иностранного языка, 30% что учителей русской литературы и так далее. При этом, если прежде учителя грустно шутили, работаем на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две есть некогда, я говорю не про Москву, я говорю про большинство регионов России. То теперь уже средняя нагрузка российского учителя 30 уроков в неделю. Если нормально работать, это сдать, что-то потратить 60-70 часов. Ну, а, например, в моей родной Омской области средняя нагрузка учителя по области 32,5 урока в неделю. А средняя нагрузка городского учителя в городе Омске 2,01 ставки. Ну, попросту говоря, 36 уроков в неделю, знаю тех, кто ведет 52 урока в неделю. Это безумие, качество образования при такой ситуации, конечно, невозможно. Поэтому, повторяю, мы объективно оценивали позицию Министерства просвещения, но при этом понимали, что многие проблемы упираются в целом в курс правительства. Свои выступления в Государственной Думе по этому поводу я закончил традиционной фразой. И нам нужна новая политика образовательная, новый курс. Виктор Викторович, специальные военные операции и гибридная война, которая ведется сегодня коллективным западом против России, ну, изменили требования ко всей нашей стране и все системы государства и общества проходят сейчас, ну, как бы это сказать, проверку на прочность. А как показала себя система образования? Она тоже проходит проверку на прочность. То есть, как мы вы справедливо абсолютно заметили, что все системы, подверженные этому процессу, и, собственно, система образования, она не исключение в данном случае. Вот то, о чем сказал Олег Николаевич, и по поводу кадрового голода, и по поводу необходимости соответствующих изменений. Я, пожалуй, согласился бы со всем этим, да и, наверное, соглашусь. Но, знаете, у нас в народе есть такое очень хорошее крылатое выражение. Рыба-то она гниет с головы, только чистит ее с хвоста. Поэтому, если даже говорить про кадровые изменения и про необходимость каких-то решений в этом вопросе, то стоило бы, конечно, поговорить и о тех руководителях в системе образования, которые на сегодняшний день ее возглавляют. В том числе, господин Кравцовий, который долгое время, будучи даже в свое время руководителем Рособорнадзора, очень активно способствовал внедрению того самого единого государственного экзамена, был апологетом Болонской системы. И очень много рассказывал о пользе этого механизма. Он всячески доказывал, что все, кто выступает против и какую-то иную точку зрения высказывает, значит, это вообще не понимающие ничего в системе образования, вообще в образовании люди, эксперты и так далее. Сейчас курс поменялся, риторика изменилась, в том числе у господина Кравцова. Он стал говорить о том, что буквально недавно последние его заявления смотрел о том, что необходимо выстраивать рубежи обороны на уровне наших учебников. Позвольте, ну то есть даже такая воинствующая, я бы даже сказал, риторика появилась у наших чиновников, что рубежи обороны, ну специальная военная операция, значит, она очевидно совершенно накладывает отпечаток и на действия определенных персонажей. Герман Анатольевич, в течение десятилетия образование в России рассматривали как услугу, которую одни граждане, ну понятно, что с разной степенью участие государства оказывают гражданам другим. Точно так же относились, в общем-то, ко всей социальной сфере, однако через несколько месяцев после начала специальной военной операции норму об образовании как услуги убрали из законодательства. Вовремя ли это сделали и как на самом деле государства и граждане должны относиться к системе образования? Вот что касается образования как услуги, то, в общем-то, это понятно, откуда это прошло, потому что современной России досталась система образования, порожденная, еще рожденная в Советский Союз. Это огромная система образования, решавшая совершенно другие, другого масштаба, я бы сказал, задачи. А в современных условиях государство, как с таким бюджетом, мизерным, о котором говорил Олег Николаевич, я, кстати, в этой связи хочу сказать, что передовые державы мира бюджетное образование приблизительно до 15% тратили. До 15%. А у нас, вот при таких затратах государственных, вот откуда возникло это представление об образовании как услуги? А потому что была в свое время поставлена задача о том, что и система среднего, и профессионального образования должна, и, кстати, фундаментальная наука, должна самостоятельно зарабатывать деньги. Это было одним из важнейших показателей оценки эффективности их деятельности. И понятно, что при этом, скажем, гуманитарная сфера, конечно, не имеет таких возможностей по зарабатыванию денег, как это имеют, скажем, инженерные вузы или вузы, связанные с коммерческой деятельностью, готовящие экономистов, менеджеров, юристов и так далее. То есть мы заведомо были поставлены в неравные совершенно условия. Это вызывало диспропорцию, финансирование в том числе, это рождало кадровые проблемы и так далее. Вот то, что сегодня, слава богу, уж не важно, благодаря ли спецоперации возвращается другое представление, это очень важно. Я, кстати, в этой связи вспоминаю одну из коллегий, которую бывший министр образования и науки Риманов ввел, общественный совет с участием Жариса Ивановича Алферова, где вот как раз тоже звучал тезис об услуге образования. На что Алферов тогда сказал, вы знаете, если мы будем подстраивать систему образования под ту экономику, которая у нас есть в России, то нам нужно просто вот закрыться и разойтись. А вот если мы хотим говорить о России великой и о той экономике, которая у нее должна быть, вот тогда мы должны отказаться от представления об экономической эффективности самоокупаемости системы образования. Значит, вообще понятно, что всегда было понятно и очевидно, что образование – это приоритетная сфера социальной жизни общества, потому что она единственная и ответственная за будущее. В системе образования формируются, собственно говоря, поколения, которые придут нам на смену. Отсюда все задачи, все приоритеты общества и государства, они не могут решаться вне системы образования. И, соответственно, они должны, в системе образования, получать соответствующую государственную поддержку, финансирование в первую очередь, конечно. И я бы сказал бы, очень важно, вот еще, я уже об этом сказал выше, подчеркнуть, что нам принципиально не утратить те формы совместной, что ли, выработки решений принципиальных, связанных со стратегией развития образования, когда органы управления образованием опираются при принятии решений на профессиональное сообщество, академическое и педагогическое. Такой опыт у нас есть, и нам важно ему сохранять усиливать. Сейчас хочу познакомить всех с результатами голосования, которые проходил на сайте телеканала «Красная линия». Мы спросили, главный показатель высокого качества системы образования – это место страны в мировых образовательных рейтингах, так считают, 1%. Число людей с дипломами о высшем образовании – также 1%. 97% считают, что это экономическая и военная мощь государства. И 1% ответить затруднились. Далья Геннадьевна, какой ваш комментарий? Наступило ли время, когда образование становится уже не только личным делом отдельного гражданина, но, прежде всего, делом всего государства, рассматривает ли его власть как важнейшую основу национальной безопасности и залог будущего страны? На мой взгляд, такое время уже давно наступило. И вообще, если говорить об образовании, то образование по своей общественной сущности, по своей природе имеет общественную значимость, общественную ценность, является общественным благом. Но если смотреть с экономической точки зрения, то, конечно, образование должно вписываться в экономическую систему. По-другому на сегодняшнем уровне развития технологий, экономики произойти не может. Но что касается с экономической точки зрения образования, и человек сейчас становится главной производительной силой общества. Поэтому, конечно же, выигрывают экономически те страны, которые вкладывают в развитие человеческого потенциала. И непосредственно в те сферы, где формируется этот человеческий потенциал. Образование среди них. Конечно. И вот я хочу сказать, чтобы продолжить. Надеюсь, что наши власти поймут, что вложение в образование, здравоохранение, науку, культуру, это не меньше забота национальной безопасности страны, чем вложение в военно-промышленный комплекс. И я просто маленькую ремарку. Я не совсем согласна с постановкой вопроса, не с результатами, а с постановкой вопроса, что показатель высокого качества системы образования показывает экономическую военную мощь государства. Дело в том, что, например, если говорить о России, то у нас в военно-промышленный комплекс вкладываются большие средства. Ну и если говорить о техническом оснащении, о человеческом оснащении, то достаточно на высоком уровне у нас военно-промышленный комплекс в этом смысле. Но нельзя говорить о высоком качестве системы образования в нашей стране. То есть по всем рейтингам, показателям, вот Олег Николаевич и сегодня в своих докладах прежде много говорит об этом. Поэтому вот показатель высокого качества системы образования и высокий уровень экономического развития, культурного развития, человеческого развития, вот это да, это прямая связь. Но с военной мощью я бы не стала так прямую связку ставить. Вот так я бы ответила. Спасибо. Олег Николаевич, российская система образования долгие годы была привязана к внешним центрам влияния, тем самым, которые в своей этой стране как раз систему образования развивали. Там писали учебники и программы для нас. Ведущие вузы готовили специалистов, которые с самого начала были ориентированы на выезд из страны. Для этого вводилась баллонская система и синхронизировались нормы законодательства. В результате мы получили гигантский отток интеллектуального капитала. Думаю, что по своим масштабам он примерно сопоставим с оттоком финансового капитала, который исчисляется триллионами долларов. Изменилась ли сегодня ситуация, в каком состоянии мы находимся сейчас и в каком направлении движемся? Давайте я позволю себе несколько комментариев. Во-первых, вы недооцениваете отток интеллектуального капитала. По оценкам Германа Грефа, с которым по многим позициям можно не соглашаться, но по его оценкам, потери от утечки умов в России экономические превышают потери от утечки финансового капитала. Это первое. Второе. Я хочу разочаровать тех, кто еще это не совсем понял. Услуги из образования изгнаны не совсем. Это не было связано никак с геостратегической ситуацией. Это было с другими вопросами связано. Но принятый Государственной Думой закон половинчатый. Там такая ситуация. Если вы учитесь за счет бюджета, это образование. Если платите за образование, это услуга. Соответственно, если у профессора в группе появляется часть студентов бюджетных, а часть платных, то кому-то он дает образование, а кому-то оказывает услуги. Мы, естественно, внесли другой закон, который полностью изгоняет услуги из образования. Но сделан, скажем так, некоторый шаг вперед и одновременно вбок. Надо сделать второй шаг и только вперед. Теперь, что касается, собственно, вашего вопроса. Понимаете, я вот не очень люблю, когда нам все время говорят, что вся проблема в том, что вот Запад диктует нам условия. Слушайте, кто мне может продиктовать, чтобы я голосовал за законы против интересов моей страны? Да никто. Запад мог диктовать нам условия, потому что наша политическая элита сама этого хотела. Почему мы приняли в неразумном виде, в принудительном виде баллонскую систему? По одной простой причине. Российская политическая элита хотела в Европу не окно прорубить, а открыть широкие-широкие ворота, через которые их дети туда бы, соответственно, выезжали. Почему российский учебный базисный план в школе отличается от советского тем, что сокращены математика, физика, химия, биология, все, что нужно инженеру, врачу и так далее. Сокращены история, литература, русский, география, все, что нужно гражданину. Увеличен резко иностранный язык. Ну, потому что система явно демонстрировала, она ориентируется на тех, кто будет работать за рубежом, в зарубежных или, в лучшем случае, международных компаниях. Кто это сделал? Запад. Это сделала наша российская политическая элита. Прежде всего. Заговоры всегда были и будут. А вот когда они удаются или не удаются, это, конечно, зависит от позиций властей в данной стране. Вот. Поэтому перемены происходят, но очень, я бы сказал, очень медленно. Ну, например, 27 июня в Государственной Думе происходили большие парламентские слушания. Получилось так, что Вячеслав Володин, председатель Думы, назначил их после моего выступления. Мы изложили там наши внятные позиции по этому поводу. Но вот вы будете смеяться, до сих пор еще рекомендации больших парламентских слушаний не приняты. Они согласуются то с одним министерством, то с другим, то с третьим, то с администрацией, то с правоуправлением, то еще с кем-то. Получается так, что Министерство науки и высшего образования идет иногда впереди парламента, который никак не может определиться. Министерство науки и высшего образования, на мой взгляд, правильно предлагает версию, согласно которой бакалавр смог бы поступить на специалитет, а специалист – магистратуру для того, чтобы обеспечить гибкость программ. И говорит о том, что надо увеличить долю подготовки специалистов по сравнению с бакалавром. Я уже сказал, что Министерство просвещения выступает за то, чтобы, соответственно, большинство программ педагогического образования перевести на специалитет. Почему? Да по одной простой причине еще раз напомню. Бакалавр, образование бакалавра – это такая тарелка, по которой тонким слоем рассеяны разные знания. Образование специалиста – это такой кувшин, в котором эти знания сконцентрированы более глубоко. Нам нужны, естественно, настоящие специалисты, потому что, например, я слышу от кадровиков в оборонном комплексе, что мы будем делать, когда уйдут советские конструкторы. Потому что, как сказал мне многолетний ректор Ормского технического университета, специалистов мы готовили как будущих конструкторов, а бакалавров как будущих пользователей чужими конструкторскими разработками. Вот вам и зависимость от того самого Запада или Низахарда. Герман Анатольевич, ну вот вопрос про те самые непопулярные решения. Недавно президент Путин снова высказался по поводу единого учебника истории. По его мнению, такой учебник должен быть, и он должен быть один для всех. Сейчас готовятся новые единые программы по обществознанию, а в вузах скоро появится обязательный для всех предмет. Условно, я бы назвал его «Основой российского мировоззрения». Правда, похожие попытки ведь были и раньше. Единая линейка учебников истории, кстати, уже давно написана. Но ведь проблема это не решила. А почему тогда? И может ли эта проблема решиться вот на этот раз? Ну, будем надеяться, что решится. По крайней мере, на уровне основного общего среднего образования, конечно же, учебник должен быть един. По одной простой причине. Дело в том, что учебник истории, его задача – это не отражение достижений фундаментальной науки. Конечно, он на них должен опираться, не должен им противоречить. Но он не готовит профессиональных историков. Учебник истории всегда и везде, во все времена и у всех народов, решал совершенно другую задачу. Учебник истории формировал, в первую очередь, гражданина этой страны. И в этом смысле многозначность трактовок и их неоднозначность, она как раз приводит к размыванию гражданского коллектива, общества и так далее. Учебник истории и учебник литературы, он закладывает основы мировоззренческой, патриотической, патриотического воспитания подрастающих поколений. И в этом смысле это один из самых социально значимых, государственно значимых учебников. И здесь не может быть вариативности. Учебник истории должен быть один. Но вы правы и в том, когда говорите, что решит ли это всю проблему. В принципе, вот на создание этого учебника. Вы знаете, я вот так вам такой пример приведу. Лет уже 15 в образовании, вот на всех профессиональных площадках, звучит такой тезис, описывающий вот качественные изменения современной социокультурной среды, которая затрагивает напрямую проблемы образования. А именно, это тезис о том, что учитель перестал быть единственным источником информации. Вы знаете, лет 15 он уже точно вот как вот отправной тезис для обоснования тех или иных направлений реформирования образования. Меня он всегда возмущал глубоко, потому что он, по сути своей, неверен. А неверен именно в том, что учитель для никогда и не был единственным источником информации. Всегда была книга, всегда был внутренний мотив, субъект образования ужасно интересен, все то, что неизвестно и так далее. Но, вот я только что вернулся из командировки во Всероссийский центр «Детский орленок». Он был посвящен молодой гвардии, где мы встречались с детьми, с вожатами. И я впервые обратил внимание на то, что, знаете, что-что, а выступать я умею. Но достучаться до, вот, с высокой степенью эффективности, до молодых, у меня не получилось. И анализируя почему, вот я возвращаюсь к этому тезису, его нужно изменить, его модальность. Не учитель перестал быть основным источником информации. Я бы сказал бы так, что традиционные институты социализации, такие, как семья, такие, как система образования, они перестали быть самыми авторитетными источниками информации. Не единственными, а самыми авторитетными, безусловными. И мы имеем дело сегодня с поколениями, новым поколением, которые в своей значительной части, в значительных своих секторах, я бы сказал бы, что мировоззренчики, мировоззренческие, они скорее граждане мира, чем граждане нашей с вами страны. Одним учебником мы проблему не решим. Понимаете, задача воспитания нового поколения, это комплексная задача, которая сегодня решается только, вот, может решаться только комплексно. Когда все социальные институты, государственные институты будут эту задачу поддерживать. Главное противоречие, вот, постсоветского периода состоит в том, что если в советский период основные цели и задачи образования социокультурная среда поддерживала, ну, грубо говоря, представить себе ребенка с сигаретой или банкой пива, ну, до первого прохожего. Ведь большевики издали всю классическую литературу, как отечественную, так и зарубежную. Центральные каналы телевидения и радио, четыре кнопки, но это эталоны русского языка, речи, лексики и так далее. А сегодня социокультурная среда, в которую они погружены, которая воздействует на них, она не поддерживает, а прямо противоречит целям и задачам образования. И нами, кстати, при этом еще и не контролируется. Виктор Викторович, ну вот, отдельный вопрос хотел бы посвятить такой теме, как начальная военная подготовка в средней школе. Инициативы и заявления об этом, они были сделаны давно, и сверху, и снизу, но почему-то до сих пор не реализованы. А почему? Какие здесь есть препятствия? Я считаю, что до тех пор, пока нашим отечественным, современным образованием руководят люди, которые до этого, собственно говоря, его долгое время разрушали, уничтожали, никаких изменений в лучшую сторону нам ждать, я имею в виду, обществу ждать, не приходится. Это мое глубокое убеждение. И как бы они, так сказать, не меняли свою риторику, какие бы там головные уборы они не меняли, как в известном фильме «Свадьба в Малиноке», я еще раз подчеркну, никаких серьезных таких глобальных изменений с точки зрения настройки этой системы вообще, значит, глубинных каких-то сдвигов мы не получим. То же самое, собственно, с предметом, о котором вы только что сказали. Начальная военная подготовка. Вы знаете, я даже не про это хотел бы сказать. У нас есть большое количество, скажем так, предметов, которые не входят в школьную программу. Ну, даже не предметов, а занятий. Так называемые дополнительные системы воспитания. Это и спорт, это и творческие какие-то кружки, секции и так далее. Все то, что в свое время, вот, нынешними руководителями образования было переведено на платную основу. И мы это прекрасно с вами знаем. Мы видим результаты, так сказать, которые сегодня мы имеем уже в конечном итоге. И в связи с предметом начальной военной подготовки. Действительно, в советское время мы со школьной скамьи, ребят и девчат, без, так сказать, деления на пол, на какое-то отношение, мы их готовили к способности, собственно, в случае необходимости быть способным себя защитить, быть способным защитить собственное государство. Ввели предмет ОБЖ, вроде бы как, заменили начальную военную подготовку. Да, там были другие предметы до этого, которые каким-то образом пытались все-таки поменять ценностные мировоззренческие ориентиры. Поменяли. Что в итоге мы сейчас получили? А сейчас мы думаем о том, как нам вернуть этот предмет. Не преподавателей уже нет, специалистов. Да, можно взять ребят, которые сейчас прошли специальную военную операцию, провести их дополнительное обучение, потому что просто так, скажем, даже военный человек преподавать в школе не может. Он должен пройти определенную подготовку. Долженец. Да, то есть не можем взять его с улицы, сказать, вот ты молодец, ты там чего-то умеешь, и пойди сейчас к детям и объясни, и расскажи. Это разная немножко сфера деятельности. А те преподаватели, которые в свое время преподавали, мы их утратили. Они ушли в другие сферы, они ушли в какие-то параллельные... Пошли зарабатывать деньги, как Дмитрий Анатольевич. Совершенно верно. Это очень серьезная проблема. И, кстати, сейчас нынешнее руководство Министерства просвещения говорит о том, что да, вот надо подумать, надо вернуть эту, наверное, начальную подготовку, но скорее законодатели этим должны заниматься в первую очередь. А когда уважаемый мной Олег Николаевич рассказывает историю, что законодатели согласовывают свои, так сказать, инициативы с органами исполнительной власти, у меня вообще возникает вопрос тогда, где у нас законодатели, а где исполнительные органы власти? Может быть, наоборот, их поменять местами тогда? Наталья Геннадьевна, вот мне кажется, вот здесь вот была глубокая мысль, которая заключалась в том, что огромное количество существовало кружков, факультативов, в том числе по линии ДОСАВ, которые были абсолютно бесплатными, да? И начальная военная подготовка в том числе. И вся эта система являлась составной частью системы патриотического воспитания. Ну, патриотизм на рыночные рельсы поставить не получилось. Хоть огромное количество у нас разговоров было о необходимости патриотического воспитания, и Путин ставил патриотическое воспитание национальной целью, но как только началась специальная военная операция, у нас миллионы людей оказались на границе с соседними странами. Что не так с патриотическим воспитанием в нашей стране? На мой взгляд, главное это то, что патриотизм должен идти снизу, а не навязываться сверху. Патриотизм должен рождаться в каждом человеке, в каждой семье, в каждом коллективе, а не навязываться лозунгами властей, баннерами на дорогах и так далее. Дело в том, что когда у нас в стране ребенок, начиная с детского сада и школы, начинает сталкиваться с неравенством, и когда дальше, шагая по ступеням жизни, он ощущает, что это неравенство становится все больше и больше, и неравенство даже больше, унижение. И о каком патриотизме здесь может идти речь. И вообще, что касается патриотизма, то да, конечно, люди формально для галочки могут себя называть патриотами, даже быть членами каких-то организаций и движений, но реально патриотических чувств к своей стране, к своему обществу не иметь абсолютно никаких. Потому что патриотизм рождается в человеке, когда он чувствует, что страна о нем заботится, он чувствует нужность своему обществу, он гордится своей страной. А когда этого нет, сверху навязать это невозможно, это будет обертка. А реально, когда дело коснется определенной критической ситуации, как вот вы привели пример с мобилизацией, то мы будем в разбитого корыта. Вот если мы действительно не построим такое общество, а его нужно строить, это не один год, потому что все разрушено, идейно-культурная среда разрушена, действительно воспитание, просвещение в школе разрушено. И это все надо восстанавливать, но это восстанавливать надо, иначе никакого патриотизма и любви к Родине мы не добьемся. Олег Николаевич, я хочу сейчас вернуться к Жоресу Ивановичу Алферову. Его здесь уже приводили пример. Я хочу процитировать его выражение. Он говорил так, что главная проблема науки и образования – это их невостребованность. Компрадорской сырьевой экономике образованные люди не нужны. И это показали последние несколько десятилетий. А сегодня эта ситуация меняется, наука и образование становятся востребованными, или, в общем-то, с тех пор ничего не изменилось? Это смотря как судить. Если судить по бюджету 2023 года, то изменилось мало. Но напомню, что по заявлению президента ожидаемый рост цен в этом году официальный – 12,4%. Наука в следующем году растет на 10,6%, образование на 10,2%. Перевожу на русский язык. То и другое становится беднее по сравнению с тем, что было в 2022 году. То есть идея, понимание того, что вложение в науку и образование – это самые выгодные вложения, которые может сделать государство, но только в долгосрочной перспективе. Наука и образование еще как самоокупаемые. Говорят, один рубль или доллар, вложенный в науку, умножается в четыре раза. Но только это спустя годы, а не прямо сейчас. Точно так же и образование. Есть специальные исследования. У нас этим занимался Василий Старумилин. На западе такой нобелевский момент Деннисон. Которые показали, что вложения в образование крайне выгодны. Деннисон, например, показал, что из 23 факторов, которые определили успехи американской экономики в прошлом веке, 14 связаны с наукой и образованием. Не больше, не меньше. Так вот, если судить по бюджету, то мало что изменилось. Больше говорят о воспитании – это чистое правило. Но выступая на правительственном части с министром Кравцовым, я заметил, что патриотизм вообще формируется не специальными уроками, а всей системой воспитания. Понимаете? Я не против уроков разговора о главном в зависимости от того, кто и как их будет вести. Но я не помню ни одного классного часа, где вы меня специально воспитывали. Зато я помню многие уроки в школе, которые остались в памяти на всю жизнь. Здесь такое понятие – событийная педагогика. Я вот, кажется, уже рассказывал зрителям канала, что когда в шестом, по-моему, классе учительница литературы Андрея Александровна читала «Бородино, постойка, брат Мусью, что тут хитрить, пожалуй, к бою, что мы пойдем ловить стену, постоим мы головою за родину свою». Я до сих пор помню, как голос ее тогда дрогнул. Понимаете? Это было реальное патриотическое воспитание. Кстати, позволю себе крамольную мысль. С моей точки зрения проблема не в количестве учебников, а в идеологии, которая там заложена. Я в советское время читал три учебника. Школьный, для поступающих в вузы. Истории. Три учебника истории. Школьный, для поступающих в вузы и для технику. Но идеология была во всех одна. И мой преподаватель истории в школе, в вузе Иван Никитирович Новиков, замечательный российский интеллигент, участник войны, говорил, что историю преподавать нужно так, чтобы через 15 лет не было стыда. Нисколько не устарело. Герман Анатольевич, серьезный вопрос о кадрах, об учителях, о преподавательском составе, которые отвечают за образование, а теперь будут отвечать еще и за воспитание молодого поколения. Либералы напортили там и здесь. Сталин говорил, образование это оружие, эффект которого зависит от того, кто его держит в своих руках. Кого этим оружием хотят ударить. Десятилетиями подготовка кадров, особенно в гуманитарной сфере, велась по западным программам. Людям вдалбливалось про западные либеральные мировоззрения. Насколько острая эта проблема и как подступиться к ее решению? Проводить чистки или действительно можно как-то иначе? Нет, чистки, конечно, проводить не надо. Но вот отвечая на ваш вопрос, я бы оттолкнулся от последнего тезиса Олега Николаевича в дополнение. Действительно, вот учебники, которые мы обсуждаем, и должен быть один, Олег Николаевич совершенно правильно ставит вопрос. Вопрос не только в едином учебнике, а вопрос еще в том, кто его пишет. И надо сказать, что и кто будет контролировать это содержание. А ведь содержание можно заложить другое. Это напрямую, конечно, связано с вашим вопросом. Но я бы сказал бы так, что понятно, что кадровое, если оценивать кадровую ситуацию в системе образования, то ущерб за эти годы нанесен достаточно существенный. Во-первых, просто закрыты многие вузы. Напомню, что, скажем, педагогических вузов у нас было около 100. На 91-й год сейчас их около 37. Закрыты многие инженерные вузы. Целые направления подготовки исчезли. Миграция мозгов и так далее. Но, тем не менее, в целом, я все-таки оптимистично пока еще оцениваю кадровую именно ситуацию, а именно точка невозврата еще не пройдена. Еще живы профессора, еще живы доктора наук, который, в случае, если будет поставлена задача восстановить высококачественное, профессиональное образование по всем отраслям, которые существуют в мире, я думаю, что пока еще кадровым мы эту задачу в целом решить можем. Но исторического времени у нас не так много. Самый оптимистический прогноз, на мой взгляд, это одно поколение, то есть 20-25 лет. Если за эти годы, а может быть и меньше, это, подчеркиваю, оптимистический прогноз, мы эту проблему не решим, то некоторые просто отрасли образования мы можем именно в кадровом отношении утратить. У нас просто не будет специалистов. Я в этой связи хотел бы напомнить, что у нас есть опыт в мире, когда вот достаточно одно звено, среднее промежуточное звено упустить, и лидирующие державы мира вот в этом направлении и фундаментальной науки, и профильного высшего образования навсегда, подчеркиваю, утрачивали пальмы первенства. В лучшем случае они могут там что-то подхватывать, учиться у других. Вот мы пока еще в этом отношении, на мой взгляд, сохраняем достаточно высокий профессиональный уровень и академического сообщества, и профессора преподавательского состава, и способного, подчеркиваю, решать и ответить на все те вызовы, с которыми сегодня наша страна, общество и государство сталкиваются. Но времени исторического у нас немного, потому что процессы, вот как Олег Николаевич сказал, судя по-другому, пока не решаются. Понимаете, вот сегодня, вот скажем, чем отличие профессора современного и вот работающего в советский период? В советский период профессор мог позволить себе заниматься исключительно наукой. А сегодня, к сожалению, профессор вынужден заниматься еще очень многими вещами, потому что, помимо науки, поскольку занятие наукой, особенно гуманитарной, увы, сегодня обеспечить, ну, по крайней мере, всем специалистам в этой сфере достойное образ существования невозможно. И это вот тоже существенный фактор, который надо учитывать. Вот такие оценки. Наталья Геннадьевна, вы как считаете, насколько остро сегодня существует проблема кадровая в высшей школе, в Академии наук? Насколько она остра, каковы перспективы? На мой взгляд, ну, вот коллеги правильно отмечали, что действительно проблема есть. И это проблема не только педагогического образования, это абсолютно всех сфер. Действительно, система образования, которая была переведена на рыночно-ориентированную модель, она не была настроена на экономическую и социальную эффективность в стране. И поэтому сейчас самая главная задача – это социально-экономическая ориентация модели образования и науки. И перевод ее на социализацию, на социально-экономические рельсы. То есть у нас и система образования, и система науки, она очень сильно коммерциализирована. В смысле того, что эти сферы, они вынуждены зарабатывать деньги. И при этом развиваются не те сферы, не те кадры, которые, в принципе, нужны экономике, а те, которые больше приносят доходы. Соответственно, и специальности, и платные программы, они ориентированы именно на это. Поэтому, конечно, но тут еще есть один момент – должен быть запрос от экономики. Потому что вот этот момент связи, связки экономики, образования и науки, он абсолютно потерян. И нужно вот эту цепочку производства наук и образования восстанавливать. И тогда наука и образование будет получать тот реальный запрос, какие специалисты, каких сфер нужны. То есть вот эта цепочка очень актуальна для восстановления, тем более сейчас в нашей ситуации. Спасибо. Олег Николаевич, несколько лет назад депутаты фракции КПРФ подготовили законопроект «Образование для всех». Ну, это та законодательная инициатива коммунистов, которая, в общем-то, находит решение всем тем проблемам в сфере образования, о которых мы сегодня говорили. Все эти годы партия власти не давала ход этой инициативы. Каковы перспективы сегодня и какими будут действия коммунистов? Я пару слов про кадры. Ну, первое. Напомню, что по официальной статистике с 2011 по, кажется, 2019 год количество вузовских преподавателей в России сократилось на 44%. Такова была политика так называемой оптимизации. Я напомню, что президент вообще-то в 2012 году заявил о необходимости создания 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. С моей точки зрения, рабочее место преподавателя вуза – одно из самых высокотехнологичных. Технологии работы с людьми – одни из самых высоких. Это первое вводное. Второе. На правительственном часе с министром Кравцовым я позволил себе, к удивлению, по-моему, председателя Думы, процитировать Бисмарка. Бисмарк не был другом России, но он всех предупреждал, что с Россией воевать не следует. Так вот он говорил, отношение государства к учителю – это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости. Вот пока сильной государственной политики по отношению к учителю вузовскому преподавателю не проявляется. Теперь про закон. Да, мы дважды вносили фундаментальные законопроекты. Первый назывался «О народном образовании», второй доработанный «О образовании для всех». Сейчас мы пошли по следующей линии. Мы разделили этот закон на части, внесли его в настоящее время около десятка законопроектов, находятся на рассмотрении Государственной Думы, но государственные уже никак не доходят руки до рассмотрения этих законопроектов. Потому что не хочет партия власти, чтобы мы доказывали ей необходимость. Кстати, Вячеслав Володин говорил, что нам необходимо поднимать статус учителя в очередной раз на встречах с Сергеем Кравцовым, так мы не говорим, принимайте наш закон. Нет проблем. В них все прописано. Но Государственная Дума действительно является, увы, сплошь рядом предатком исполнительной власти, я имею в виду партию «Единая Россия», конечно, которая часто рассуждает так. Я слышу нередко от моих коллег-депутатов. Мы бы с удовольствием проголосовали за твои законы, если бы нам разрешили. Поэтому либо правительство дал подозрение, либо граждане должны приглашать к себе депутатов и спрашивать их. Господа депутаты, вообще-то за вас голосовали. Почему вы голосуете против нас? Наверное, было бы правильно, если бы школы, университеты приглашали к себе своих выпускников, депутатов Государственной Думы и спрашивали их, а как ты, господин, такой-то голосовал за такие-то законы в интересах образования, науки, может быть, здравоохранения, вообще положения людей. Интересно, чтобы они отвечали. Да, действительно, власть сегодня напоминает того не очень настоящего мужчину, который говорит, иногда и только говорит, и больше ничего не делает. Дорогие друзья, в эфире была программа «Точка зрения» и ведущая Николай Быковских. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин